Всем привет! Мы продолжаем прохождение Postal 2. Сейчас мы идем на свалку за новым генератором для нашей старой машины. Ну как, новой? Ну, для нашей будет новой. По сравнению с нашей машиной генератор вообще нулёвый. Нужно на свалке найти. Так, вот у нас новая локация. Тут сумасшедший дом, тут справочная. В дурдом я заходил, там царит полный произвол. Детектора убивают своих пациентов, если они не слушаются. Там есть три аптечки. Кстати говоря, пока я шел сюда, я заглянул на первую локацию дом. Я у нашего соседа второго позаимствовал бронежилет армейский и зашел там по соседству тоже. Поселился доктор и у него аж четыре аптечки. Так что мы можем полностью себя вычувствовать хорошо, в полном здравии и уже идти на эту свалку. Так, сейчас проверю я эти казарные места. Походу тут вообще ничего нету. Опа! Началась стрельба. Это наверняка охотники куражатся. Они тут всех убивают, кто им не нравится. Ну, и мало кто, в общем, может нравиться, кроме собак. Зоофии удобные. Так, ну, походу, мы уже практически пришли. Ну вот, и свалка. Добро пожаловать. Именно тут нам нужно найти генератор для нашей поддержанной машины, которые, скорее всего, чуваку для того, чтобы отрубить ворот. Я не знаю, зачем он еще собрался тратиться на генератор этот, но раз ему нужно, то мы должны его взять. У нас есть два варианта. Мы можем перебить его сообщницу, ну вот этого, и убить этого толстяка. У него хп много, так что он выдерживает четыре выстрела в голову в притек. Мы можем ему заплатить полтыщи, и он от нас отведет к этому генератору. Мы можем их всех убить и сами искать. Ну, в общем, сами решайте, что для вас лучше, а я все-таки лучше заплачу. Привет, привет. Эй, Чика, мне нужен генератор на Дайфуково 87-го года. Это будет 500 баксов. Ах, грабите, бленов. Здесь у меня ее нет, и она... Она вон там, в задней части. Бежи за мной. Ну что, сейчас он нам покажет, где этот генератор. Мы его возьмем, мы со спокойной душой отправимся делать другие дела. Ну, вы же не верите, что все так просто может быть. Правильно. Мы странируем очередное помещение. Хорошо, спасибо. Ну что ж, взять мы этот генератор можем, ну, просто. Ну, потом будут события происходить, которые, однако, достаточно нестандартные. Для этой игры. Вот, пожалуйста, бешеные собаки. Это уже действительно что-то новенькое. Вот, и так. Они должны быть сложенными. Именно с ними. Так, ну что, давайте, укусите меня за пятку. Все, ничего здесь делать не можете. С первоначальным собаками справиться легко, потому что, как вы видите, можно просто запрыгнуть на машину и отсюда их расстрелять. Но потом, когда они уже будут нападать по мере нашего прохождения, то это будет уже потяжелее. Так, а ты что, самые умные, что ли? Вот, пожалуйста. К сожалению, из этого толстяка не выпали деньги. Ну что ж, у нас всего осталось 200 баксов. Хотя мы все равно эти деньги никуда не будем тратить, так что они нам нафиг не нужны. Так. Интересно, они на диван смогут запрыгнуть. Ага, хитрые порычали, и все, и остались там. Ну ладно, все равно, там еще будут аптечки, там еще мы можем найти много всякого добра. Так. Вот я точно не помню, куда нам нужно идти. Тут такой свалочный лабиринт будет. Ну, в конце концов, мы все-таки найдем отсюда. Так, давай. Ну, в общем. Так. Ух ты, сколько будок-то. Странно, собаки напали на своего хозяина. Ну что же, бывает такое? Видимо, мы чем-то им не нравимся. И они вышли из себя. Ну, как всегда, все, кто видит чувака первый раз, выходят из себя и считают их с вами долгом его пристрелить. Тут у меня вышел какой-то конкретный зависон. Не знаю, первый раз такое, чтобы игра прям конкретно зависла на пару минут. Ладно, сейчас мы отсюда поищем выход. Лабиринт большой, поэтому нам нужно как-то схематично идти. Так, ладно. Так, ну ладно, пойдем сюда. Ничего тут толком интересного, я думаю, не будет. Ну, нет, стоп. Что-то я немного запутался, явно. Ладно, тут ничего нету, в общем, мы посмотрели. Уже можем идти действительно по правильному направлению, отбиваться опять от ста этих злых собак. Ух ты, е-е-е, это что за химия? Собака облитых бензином? Что, серьезно, что ли? Ужас какой. Так, ладно. Так, интересно, я эту лужу поджечь можно? Нет, к сожалению, нельзя. Ну, ладно. Не продумано. Я огорчен. Продвигаемся дальше. В принципе, ничего тут сверхинтересного нету. Убийство собак. Это гораздо проще, чем убивать почтальонов. Ох ты, она утонула. Фу. Супер. Так. Если так все дело пойдет и дальше, то мне патронов не хватит. Для стремления всех живых свеществ на их свалке. Так что сейчас... Опа. О! Какие люди появились? Ну, вот, первая трудная ситуация. Они застали меня врасплох. Э, э, откуда бежишь-то? Все. Вот так. Вот так. И вот так. Ладно, сейчас нам нужно будет пройти через вот эту штуковину. И нужно быть аккуратным, потому что если мы замедлим, то он нас расплющит. Такая будет котлетка из постов. Ну, это достаточно тяжело, мне не пройти. Надо подгадать момент. Так, ну и что тут? Ого! Вот это да, у меня конкретная игра по игры. Крыш поехала. Я уже было подумал, люди тут мутировались. Нет, оказалось, что у меня какая-то проблема. Там были графические артефакты. Ну, в принципе, мы уже прошли. Вот у нас, пожалуйста, кевларовый жилет оказывается тут. И мы можем там, ну, для желающих, кто не знает, кому нравится кидать гранатами. И вот тут у нас есть гранатами. Так, ну, в принципе, всё. Ничего тут толком интересного больше нету. Можно уходить отсюда и уже отправляться дальше. Ну, раз уж мы так быстро прошли задание на свалке, то можно немножко посмотреть вот на эту локацию. Это как раз локация клиники. У меня эта локация ухода в шеф, потому что я тут постоянно нахожу в октальмолоту, который нихрена не использует Олка. Тут можно подружиться с местными жителями, которые очень хорошо относятся друг к другу. Тут можно как можно быстрее всё-таки чувака вылечить, иначе он долго не сможет нормально писать. Ох ты, блин, да и вы чё, ссыть его эти туалеты, что ли? Так, ну, не знаю, зачем я сюда пошёл. Тут ничего. Ох, тут пончики в магазине, торгующий сортирами. Вот это что-то новенькое. Я бы не стал на месте чувака есть. Ох, один хп, ладно, это не страшно. Так, тут еда должна быть в континенте. О, аптечка. Трубка жизни, замечательно. Когда мы пойдём на вечеринку к дяне Дэйва, она нам обязательно пригодится, потому что там будет, ну, такой шурум-бурум, что хоть стой, хоть падай. Так, где-то я тут, помнится, находил гранатомёт на каком-то маленьком складе, полузаброшенном. Сейчас я постараюсь её вот так же найти. Тут в этих локациях, вернее, в этих магазинах ничего толкового нету. Там продают шмотки, которые, к сожалению, мы почему-то купить не можем. Это кафешка. Ух ты, и тут сейчас фон, оказывается, есть. Ну, лишним точно не будет. Крайне мере, я говорю, что у нас будет очень тяжёлое задание впереди. Это уже будет во второй части. И оно от нас потребует всего нашего сбережения. Нет, я не помню уже где это. Я, конечно, на меня это нашёл. Тут вот, пожалуйста, магазин, про который я говорил. И наверняка тут ничего толкового не будет. Ну да, как я и говорил, тут просто ничего нету. Так, нет, без врагов тут тоже никого нету. Бесполезные автомобили входят здесь. Чувак, почему ты свою машину не сдашься, да? Как раз была в номер мобиль. Так, ладно, зайдем вот последнее издание. Так, если я не ошибаюсь, то тут будут охотники и по нам будут стрелять. Хм, я ошибся? Неужели? Вот, пожалуйста, охотники. Зайдем к ним на склады, пожалуйста. Посмотрим, чем они могут нас удивить. Что они нам могут предложить из того, что нам пригодится для выполнения дальнейшей миссии. Это как так, военные? Я что тебе сделал-то вообще? Я тут склад нашел. Между прочим, тут могут наркотой торговать, а ты по мне стреляешь. Ух ты. Я знаю, что ты думаешь, но как это не забавно. Я никогда не любил видеоигры. Да-да-да, будешь ты еще не говорить. Вот так. Так, кто у нас там еще. Ну вот. Вот так. Ну, еще последний-то должен быть, да? Нет? А, это, по-моему, сварился. Понятно. Так, ну что вообще, ради чего мы разменивали свои хиллспоинты и тратили свой кевларовый жилет? Походу, зазря. Ну ладно, я очень люблю делать скоротечные выводы. Может быть, тут что-нибудь интересное и будет. Ну, пока что ничего толкового нету. Ну, вопросто можно сказать, что я это зря сделал. Кроме оружия, которое можно взять у этих психов, тут ничего нету. Надеюсь, военные на меня больше не будут нападать. Откуда этот чудик взялся, я вообще не понимаю. Так, ладно, хрен с ними. Еще где-нибудь возьмем свое. О, пожалуйста, еще одна трубка жизни. Я же знал, что тут какое-то сбережение должно быть. Так, где у нас клиника? Ага. А, ну, у нас там. Ну, это задание вообще легкое. На нас нападать никто не будет, сразу говорю. Так что, в принципе, это можно не смотреть. Там мало приятных действий будет. Ну, разве что диалог чувака с... Ну, бухты на полную установку. У нас, к сожалению, очень много бешеных собак нападает. Ну, это уже интересно. Это наверняка бешеные собаки со свалки. Теперь они все будут нападать друг... Ну, не друг на друга, но людей они нападать будут. Ну, преимущественно они будут нападать на наших врагов. Так что, это даже нам на руку собирает. Привет. Привет. Вам вообще кто-нибудь... Эй! Что? Да блин, тише я с доктора пограю в воду. Что там происходит вообще? Уху-ху-ху-ху. Ты вообще сбрендил? Зачем ты пилецельскую машину уничтожил? Коповские машины могу уничтожить только я. Это вот особой любви. Полиция. Да нет, реально какие-то идиоты. Они не дают мне нормально поговорить. У нас есть проблемы. Эй! Да прибейте вы уже всех. Вон, видишь, он с пистолетом. Вот тебе его угрожает. Ой, понятно. Ну, тут не поймешь, что ли это метовский произвол, то ли жить ей просто с пять лет. Привет. Привет. Чем могу помочь вам? Жжет. Зудит. И... Меня все время рвет. Пожалуйста, снимите штаны. Мне нужно вас осмотреть. Прям здесь, что ли? Опа. Ах, гонорея. Идите с этим рецептом в аптеку. Спаси, ну-ка. Что? 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 Так, ну вот теперь нам нужно сходить в аптеку. Нам там выпишут мазьку для нашего дружка. Вам вообще кто-нибудь может помочь? Жжет. Судит. И... Меня все время рвет. Пожалуйста, снимите штаны. Мне нужно вас осмотреть. Ах, гонорея. Идите с этим рецептом в аптеку. Спасибо. Я думал, хоть это не откажется. Ну, хотя с таким хозяйством. Ладно, вот мы уже дошли до аптеки. Нам нужно взять лекарства. Первонаперво. Вот это машинка. Это явно аптека будущего. Для всех случаев жизни. Мы тут немножко потратим свои хиллспоинты. Нам нужно поссать на эту штуковину. Почему, как правильно ссать, я не знаю. Да что ты будешь делать? Да я так, походу, все хиллы свои потрачу. Ну, тут со всех углов уже, я не знаю. Ну вот, нашел наконец нужный угол. Вот на этом расстоянии нужно стоять и... Стараться попасть вот в эту штуковину. Да, много же хиллов я потратил. Ну ладно, не беда. Ну ладно, у нас тут есть. Все. Следующее. Теперь нужно сходить к дяде Дэйву. У него будет супер крутая вечеринка. Но это уже в следующий раз. Так, сейчас я надеюсь, тут найти аптечки. Определенно, нужно еще. О, это что же аптека. Хорошо действует. Все, у нас есть 100 хиллспоинтов. И нам дали даже двойную порцию этих таблеток. Привет. Все, все, пока. Ну, теперь ты не против? Привет. Все. Всем до скорых встреч и в самой последней части прохождения Postal 2.